Здравствуйте, мы продолжаем наш цикл занятий по проблематике рынок и образования. И на первом занятии мы рассмотрели множество вопросов, но акценты расставили так, что могло сложиться впечатление, что знания мы в условиях рыночных отношений отбегаем как бы на задний план. Это мнение является ошибочным, надо, чтобы мы всё-таки по достоинству оценивали рыночную стоимость, рыночную ценность наших знаний. Но в образовательной системе их функции такова, что они, главным образом, не говоря о фундаментальных знаниях, служат инструментом для выработки умений, рыночных умений жить и проявлять себя в этой жизни, и расплачиваться собственной жизнью, и жить не по учебникам, а вырабатывать своё отношение к жизни, вот этому умению надо учиться. И вот в этом суть взаимоотношений, скажем, образования, его рыночной сути и месте методологическое значение в рыночной цивилизации. Вот если такое восприятие будет достигнуто, будем свою задачу считать выполненными. Сегодня мы поговорим о природе кризисных явлений. Мы, скажем, в наших российских условиях пережили и переживаем эти кризисные явления. Системный кризис, кризис образовательной системы, общий системный, я имею в виду, кризис вообще нашей экономики. Кто, где причина, где природа, что породило эти кризисные явления? Давайте попробуем с вами разобраться. Начнём с рыночного распределения доходности населения. Эта ситуация как бы описывается вот этой графической моделью, где представлена, скажем, вот эта жёлтого цвета доходность населения Соединённых Штатов Америки для сравнения. Вот верхняя кривая, жёлтая, розовая кривая – наша послереформенная доходность россиян, а зелёная – дореформенная. Здесь это дано как бы в развитии на фоне относительно стабильной ситуации. Тоже непростой, надо сказать, мы с вами это тоже успели заметить в Соединённых Штатах Америки. Но здесь-то нас интересует именно в условиях наших процессов реформирования, в условиях кризисных явлений. Вот это и нужно посмотреть. Обратите внимание, что до реформы эта кривая чем-то даже напоминала американскую, хотя, в общем, нам далеко до них. Хотя, потому что здесь, в области, которая отводится малоимущим, это вот эта часть графика, мы значительно уступаем. И уступали, и сейчас тем более уступаем американцам. Но в области, где наши богатые, богатенькие разместились, здесь будем ещё посмотреть. Если мы раньше им значительно уступали, но были, конечно, и у нас, босые, богатенькие, но, скажем, не до такой же степени, как сейчас это имеет место. Вот если эти кривые привести к одной точке, скажем, дореформенную зелёную и послереформенную розовую, то смотрите, что получается. Рынок с нами обошёлся таким образом, а точнее, те, кто умело воспользовался его рыночными преимуществами. Они готовности ориентироваться в этом рыночном пространстве, играть по рыночным правилам. Ведь, если вы помните, ещё Михаил Сергеевич Горбачёв говорил, всё разрешено, что не запрещено. Но это просто призыв был, это уже 20 лет прошло с этого времени. Вот 20 лет спустя мы понимаем, мы видим теперь, нам для этого, может быть, 15-20 лет понадобилось, чтобы прозреть. И увидеть, что в этом лукавстве таится очень серьёзная провокация. Не запрещено, а можно и не запрещать что-то. Можно в законы вводить такие вещи, которые не укладываются, скажем, в наши прежние представления, в наши традиции, в наши культуры. Ломка из-за этого идёт. И вот вам результат. Я не хочу сказать, что только Михаил Сергеевич к этому руку предложил, но с его подачи этот передел нашего экономического пространства начался. И пока он идёт не в пользу такой рыночной цивилизации, не в стремлении достичь лучших образцов, скажем, на сегодняшний день, будем так говорить, один из лучших. Я не пытаюсь навязать американский образ культуры, нет. Я просто вижу, я знаю, что там происходит. Не могу за всю Америку говорить, но я знаю по себе, как это. Я вижу, я человек, который живёт и в той культуре, и в этой. Я человек, так сказать, мира. Это для меня очень важно. Мир и без границ. Это идеал моих представлений. Потому что дальше начинается вот то, что мы видим с вами, скажем, когда под эгидой или под флагом национальных интересов творятся те, будем говорить, теневые жуткости, которые мы с вами наблюдаем, но как бы ничего с этим не можем сделать. И с благословением тех высоких авторитетных в своё время лидеров наших политических, которые благословили на это, скажем, мы могли бы сравнить с другими, китайскими, например, или ещё какими-нибудь ситуациями. Но пока факт остаётся фактом. Мы проиграли первый тайм, первый раунд. Выиграли только богатенькие. И пусть, что бы там ни говорили, мы создали там и частный сектор, как говорил Чубас, и на этом и держится вся экономика. Нет, мы это знаем, мы это увидим потом с вами. У меня этот материал тоже подготовлен. Как это начиналось, как эти кризисные явления, они с необходимостью должны проявились. Для кого-то кажется это случайным. Тот же Чубас может развести руки и сказать, да, мы тоже ошибаемся. А кто не ошибается? Мы новое дело, как коммунисты в своё время тоже говорили. Мы новое дело делаем, нас никто за это не может осудить. Нет, время осудит. Время всё расставит на свои места. Жалко, что упущено будет много. И всё это, ну, как говорят, тайное, становится явным. Мы видим, что, мы видели, что движет людьми интерес, личный интерес, безусловно. И ради кого это делается, тоже становится понятно. Правда, можно допустить различные толкования. Скажем, вот богатых, непомерно богатых, по американским меркам, скажем, наши олигархи где-то чуть ли не половина доходов Билла Гейтса получают. Но тот-то ведь умница такая, скажем, талант, если не сказать гений. Он сделал для человечества, ну, скажем, больше, чем многие гении. И я думаю, что его талант, безусловно, будет оценен. И будет он ещё и Нобелевским, и лауреатом. По мне так это так, он просто позволил нам продвинуться, материализовал наши движения. Если мы, прикидываясь, скажем, идеалистами, пытались играть на этом в нашей игре по жизнью, то он просто дал нам возможность двигаться в наших процессах, осмысленные ситуации, используя уже прекрасные наработки, скажем, компьютерные программы, взаимодействие с ними. Так что же получилось? Смотрите, вот эту зелёную кривую развернули относительно вот этой точки между богатенькими и средним слоем, и она стала круче в этом, в начале, что ли, и опустилась ниже того даже, что было до того. Вот вам предварительный результат, а может быть и окончательный. Я не уверен, что существующая власть в лице исполнительной власти способна что-нибудь поменять к лучшему в смысле масс трудящихся, как раньше говорили. Нет, такое впечатление, что будет улучшаться только вот это, будет усиливаться и усиливается вот эта прослойка, и должен тогда констатировать вот этот факт, рынок, в общем, в таком нормальном его понимании, это пространство, где богаче становятся те, кто располагает богатством. А бедные, скажем, становятся ещё беднее. И чтобы там не говорили, там не декларировали, а теперь давайте бороться с бедностью. Да, давайте, конечно, но за счёт того, чтобы, скажем, количество бедных уменьшить. А да, это естественный процесс, они сами отойдут. Вот, скажем, или вытеснить бедных, скажем, из той же богатой Москвы, за пределы её. И есть множество способов борьбы с бедностью. Но то, что сейчас предлагается, это для таких, для легковерных, или, скажем, для тех, кто, скажем, просто эксплуатирует наше неведение, недомыслие, непосвященность, потому что многое просто затемнено, и такая же непрозрачность существует, как она существовала и раньше, и в первые годы реформ. Поэтому игра рыночная, если можно, наше пространство базарное, я бы сказал, просто чтобы охарактеризовать его одним словом, в общем-то, увидеть его такой свет, что ли, в конце туннеля, я боюсь, что долго придётся жить, чтобы увидеть. Это десятки лет ещё пройдут, пока они не исчерпают вот всё то, за что они так активно взялись. Нефть, газ, вот эти сырьевые ресурсы, сырьевые отрасли промышленности. И постепенно, если начнётся такое прозревание, зрелость приходить гражданское, может быть, дай бог, а в нашем курсе мы это тоже рассмотрим, удастся преодолеть кризисные явления, но не в расчёте на эти власти. Нет, я в это не очень верю. Пока ничего конструктивного я такого не вижу, чтобы могло как бы помочь увидеть вот это позитивное, конструктивное разрешение сложившихся кризисных ситуаций. А на гражданскую зрелость расчёт, когда человек станет умнее, сильнее, забегая вперёд, скажу, вот, как говорил учитель, которого я почитаю с большой буквы, Георгий Петрович Дровицкий, в стране не должно быть лопоухих. Вот это важно. Они, люди, должны быть умными. Вот кто это может сделать? Это проблема. Значит, и только в этом случае, только в этом случае, возможно, успешная реализация, ну, скажем, противостояния личности, организации. Это очень трудная борьба, но личность должна становиться сильнее. И есть для этого средства, и мы ещё с вами попробуем увидеть. Я не призываю к ломке, вы сами поймите, наша задача – сформировать такие представления об образовательной культуре, чтобы у нас была видна оптимистичная картина впереди, чтобы мы не направили себя по пессимистичному руслу, а увидели, как мы можем что делать и как управлять ситуацией. Надо с людьми работать. Другого выхода у вас нет. И считаться с тоталитаризмом тоже придётся. И эту позицию придётся принять. Так что предстоит непростая борьба, как нас учили. Жизнь – это тоже борьба, и поэтому надо быть только готовым, встречать её во всёоружие. Ничто не должно нас, в общем-то, не успокаивать, не вводить в заблуждение. Мы должны видеть пути, видеть лучше, чем власти, поправлять движение и разрешать кризисные явления с пользой для демократического большинства. Будем так говорить. Ну, этому явлению будут мешать, естественно, кто заинтересован в продолжении наших таких вот выстраиваний подобных рыночных отношений. Будут, да. Но к этому надо быть просто готовым. Мы к этому будем возвращаться ещё не раз. Вот смотрите, мы с вами посмотрели ситуацию, которая на графике вот так изображена. А теперь мы вот в табличной форме представляем результаты социологических исследований, социологической, видите, в кавычках, трактовки после реформенной ситуации. Здесь перечислено, скажем, среди 100% нашего населения, здесь только сейчас и другая часть будет показана, и готовы трудиться средние и средние получать, а таких почти половина, 40%. И готовы и много получать, но работать поменьше, а таких четверть, смотрите, это по результатам социологических исследований. А вот готовых много работать, но и много получать, это такой рыночный замах, да. И хотелось бы, людям хотелось бы себя вкладывать, быть активными, это ради этого стоит. И жить, и вся содержательность жизни с этим связана, реализовывать себя в чём-то. Да, много работать, хочется много работать, но чтобы этот труд оплачивался по достоинству, а не так обесценивался, как он во многих случаях обесценивается сейчас. Но, смотрите, много работать и много получать. Кому это удаётся? Удаётся 20%, если судить по откликам в социологических исследованиях. Или, скажем, оставшиеся 15% готовы работать, в принципе, но не обязательно много получать. И такая категория, смотрите, 10%. В принципе, да, можно и поработать, но получать много, не дай бог, может быть. Что здесь удерживает людей от того, чтобы больше получать? А делиться, может быть, придётся или ещё что-нибудь? Ну, вот такой вопрос, таков ответ в социологических исследованиях. И мы это можем понять. У меня дочь живёт в Канаде. Она, когда устраивалась на работу, она МГУ закончила. Хороший специалист, с хорошим практическим опытом, менеджер, координатор. В российско-канадской фирме раньше была, уже имела такой опыт, но устраивалась на работу. И сейчас она успешно работает. Но первые её шаги, когда её оценили, скажем, там, ну, грубо говоря, в 3 тысячи долларов в месяц, она от растерянности, от неожиданности говорит, а я согласна и меньше получать. Лишь бы работать. Я потом покажу свои работы, чего я стою. Ей говорят, Юля, ты стоишь большего. Мы тебе будем больше платить. И она снова где-то выступает вот с таких позиций, что, в принципе, вот ей на первых порах, скажем, она согласна и на меньшее. Тогда, естественно, у людей возникает сразу сомнение, а будешь ли ты с полной выкладкой работать? Или ты хочешь работать поменьше и поэтому получать поменьше? Значит, идёт, знаете, нарушение взаимопонимания. Идёт уже какое-то... Это как языковые трудности, понимаете? Можно говорить вроде бы и на одном языке, американном, английском, скажем. Но вкладывать смысл немножко разный и об одном и том же, но говорить по-разному и по-разному понимать. Так вот, это понимание можно истолковать по-разному, но некоторым может показаться это непонятным. Но хотя я вполне допускаю, что в российской ментальности такое может быть и даже у большего количества, большего числа людей. Или последние, таких 5%, предпочитают мало получать, лишь бы не слишком напрягаться. Это... Что это? Негатив общества? Нежелание работать? Ну, может быть, издержки. Ну, можно это даже и перетерпеть 5%. Можно опять по-разному истолковать. Но если просуммируем эти данные, вот смотрите, эти 15%, там вернемся к 85% здесь. Из этих 100% все-таки только 20% по-рыночному настроено. Готовы много работать, но и много получать. Вот задача. Только 20%. Как относиться к результатам таких социологических исследований? У меня отношение такое, что это как бы... Ну, не то, что подтасовка фактов, но попытка подогнать вот эти результаты как бы псевдорыночных преобразований и возникновения довольно мощного слоя богатеньких. вот этой трактовкой. И часть среднего слоя действительно может быть больше получать, ну, хотя бы в перспективе, показывать себя. Людям как бы открывается какая-то перспектива. Но таких-то, допустим, только 20%. А что же остальные россияне не готовы много работать? А это уже настораживает. Это уже настораживает. Это, значит, я отношу к издержкам постановки вопроса социологических исследований, потому что абсолютно убежден, что абсолютное большинство россиян, которые соскучились по действительно активному образу жизни, когда они могли бы вести и его боль, делать его более содержательным, с большей отдачей, понимать, что их жизнь, которую они расплачивают, все содеянные, стоит большего, ценится больше. Я думаю, что россиян таких большее количество, чем есть по результатам этих социологических опросов. Хотя я понимаю, что, скажем, по Москве судить трудно, это не Россия, это мегаполис, скажем, как государство в государстве. А возьмите, если периферию, то там просто конь не валялся. И, скажем, действительно тогда возникает мнение, что нужен ли был им рынок, и как они к этому, если уж вот горожане, если уж молодежь, скажем, втянутая в такой социологический опрос, не очень активно себя проявляет, и даже очень сдержанно, я бы сказал, то, скажем, люди среднего и старшего возраста с периферии, они просто еще далеки от понимания тех процессов, которые мы сегодня с вами переживаем, видим уже, уже рынок нас учит, уже не академические учебники нас учат, а жизнь расставляет все по полочкам, по полочкам наших извилин, и, давая нам понять, бьет по нашим мозгам, что, да, ребята, ну не созрели вы, ну поспешили, значит, с переходом в рынок, ну купили вас, скажем, за дешево, можно сказать, за эти ваучеры, ну наобещали вам, ну кинули вас, это так грубо говоря, но в принципе так оно и есть, вот скажем, если судить по результатам, и вот снова возвращаться к этой модели, то именно на этом построена рыночная игра, как она будет дальше выправляться этой ситуацией, пока идет расслоение, смотрите, это опасный вообще симптом, с одной стороны, мы вроде бы рассчитываем на большие инвестиции, скажем, а только богатый или состоятельный средний класс, а его тут почти не видно, скажем, да, он недалеко ушел от малоимущих, вот, и рассчитывать на него не приходится, а богатенький-то, вместо того, чтобы вкладывать, инвестировать в развитие нашей экономики, в развитие образовательной культуры, да, они инвестируют в зарубежную экономику, капитал уходит за рубеж, по некоторым данным, до триллиона туда уже ушло, власти на это закрывают глаза, и создается впечатление, что это, если не при соучастии, то с одобрением, но это одобрение тоже не молчаливое одобрение, это тоже понятно, это наводит на мысли, попробует, пусть опровергнуть, я не обвиняю никого, здесь надо правильно понять, что это все случайности, как бы, но которые происходят с необходимостью, то есть это те случайности, которые характерны для нашей культуры, они должны были проявиться, и проявились, и эта акция перехода на рыночные отношения готовилась заранее, она спланирована, и результат, который мы сейчас получаем, он должен был получиться с необходимостью, в этом я убежден, и к этому подводит нас аналитика нашего мышления. Итак, давайте посмотрим, скажем, как рынок к нашим не очень готовым отдавать себя полностью в работе относится, вот, скажем, при вычислении соискателей при собеседовании, мы начали с вами с личностных преимуществ, там конкурентных преимуществ, а теперь даже вот по поведению мы должны видеть и учиться тому, как выстраивать отношения, скажем, обыгрываемые признаки, которые мы будем рассматривать, место за столом, там угощений, или там, скажем, паузы какие-то, ситуационность пространства, смотрите, размещаться, даже как мы сели, вот я сижу перед вами, скажем, может быть, там не очень по центру, а вот пришел я на собеседование, и занял место того, с кем я должен начальника будущего собеседовать, то есть занял его место, смотрите, а мне поведенческие наши проявления в игровых ситуациях показывают, что не надо занимать, это опасно, это признак, как бы, показывающий попытку показать превосходство перед начальником, а это всегда настораживает начальника, начальник не любит амбициозных, вы даже, может быть, и не хотели этого, но ваше поведение показывает, что вы без должного уважения относитесь к начальнику, пришли, заняли его этого места, а, скажем, по простоте душевной, но, тем не менее, за этим кроется нечто, начальник уже насторожился. Если же вы сели вот спиной к двери, это больше устраивает начальника, потому что вы слабак, и вы будете как бы уже показывать, показываете, что вы тихо-тихо, если вас, скажем, будут беспокоить, то вы согласны заранее со всем и готовы покинуть это пространство отношений. Вот такие, казалось бы, мелочи, но уже в поведении, на собеседовании это проявляется. Смотрите, если количество тех, которые задают вопросы, более одного, то тоже возникает ситуация. Ситуация, когда вы-то отвечаете вроде задавшему вопрос, а другие вас внимательно изучают, или другой, скажем, внимательно изучает, готовя уже следующий каверсный вопрос. Ведь мы говорим о том, вот язык мой, враг мой, так говорили, и пока мы отвечаем на вопрос, внимательно изучающие, а это люди с психологической, очень такой хорошей профессиональной подготовкой, им уже, вы не успели подготовиться, а вас уже ждет следующий вопрос, который, если вы недостаточно себя, скажем, ну, скоординированно будем, адекватно этой ситуации вели, он уже будет углублять ваши, усугублять ваши трудности, недостатки, он не будет вам протягивать руку, это надо быть очень заинтересованным в этом, но если они увидят какие-то задатки, могут и подать руку. Во всяком случае, рекомендация здесь такая, отвечая одному на вопрос, скажем, вы должны смотреть в глаза, пусть поочередно, всем остальным, то есть их втягивать в эту игру, и тогда как бы видеть, о чем они думают, ведь глаза – это зеркало души, и о чем они либо не слушают вас, и уже внимательно изучают, и готовят следующую пакость, скажем, вопрос, а вы вроде бы вот так, когда глаза в глаза, и приглашаете их к такой коммуникативной, такой коммуникативному взаимоотношению, коммуникабельности, раскрывая, вот приглашая их к такому коммуникации, вы как бы мешаете им делать эти подлянки для вас. То есть это игра, к которой надо быть тоже готовым, а не просто принимать пассивно то, что вам будет навязано. Иначе это производит отвратительные впечатления. Вы пассивны, вы будете еще долго адаптироваться, не дай бог вас возьмут на работу, с вами еще напляшешься. То есть пока из вас подготовят нужного для корпорации человека, специалиста, или просто человека коммуникабельного, скажем, открытого, для общения, для проектных разработок и так далее, пройдет много времени. А нужно ли с вами возиться? Ведь это же все недоработки высших учебных заведений. Почему работодатель должен потом вкладывать свои средства, да скорее отказаться от таких, которые не готовы, вот даже в таком плане, смотрите, коммуникабельности, и предпочесть принять на работу другого. Или взять угощение. Вот чай, кофе, конфеты, сигареты на столе. Надо ли этим пользоваться? Только по минимуму. Иначе, вот как здесь рекомендации звучат, не удастся хорошо поговорить с приемом пищи. Вот, казалось бы, мелочь, но на самом деле в этом поведенческом проявлении проявляется многое. И есть ли у нас эта культура, делаем ли мы, скажем, это просто даже незаметно, это сквозь, это из уважения, вот даже взял там, ну, как глоток отпил, сделал, как, скажем, на банкете или там еще где-то, когда дорываются там, что называется, до бесплатного. Нет, вот здесь вот и проявляется наша культура. И это очень важный элемент культуры, с которым нельзя пренебрегать. Это все рынок этому учит. Теперь оказались мы, как бы, в паузе, между, ну, взяли перерыв наше, будущие начальники. И, скажем, в этой паузе мы, что, ожидаем там, скажем, смотрим в потолок, думаем, а что еще, какую подлянку они нам приготовят. Нет. Значит, за нами могут наблюдать в этот момент, через камеры. Это поведение тоже. Когда вы остались наедине с собой, значит, интересно проследить за человеком. И здесь многое тоже через его поведение проявится. Какие мысли, над чем он задумался, ищет ли он в себе причины тех промахов, которые он себе позволил. Да надо, опять рекомендация звучит так, надо просто взять, скажем, свой, свой резиней, который, вы знаете, уже, кажется, почти наизусть, но углубиться в его чтение, делать вид, что вы абсолютно спокойны. То есть, за вашими плечами такой опыт, которым надо дорожить не только вам самому, но и им надо относиться к нему с достоинством. Тогда с вами будут разговаривать совсем по-другому, так сказать, на равных. И последнее, что здесь может быть, провокации, совершение неожиданных действий. Что-то могут уронить вот в взаимодействии с вами, там свет выключится или там еще что-нибудь. Вот, скажем, как в случае со мной, когда мне на английском пришлось интервью давать. И задали такой вопрос неожиданный, держит в руках паспорт и говорит, а где фотографии-то? Либо мой плохой английский на тот момент, либо, скажем, и я неправильно понимаю вопрос, ну, я-то ведь исхожу из того, что вопрос-то он как бы лишний, фотографии, я знаю, там есть, сказать, на какой странице я тоже могу, я и говорю, на какой странице, и показываю, вот, но делаю это так, как может быть, кажется странным для моих интервьюеров, поэтому они видят какое-то замешательство, замешательство, а это значит, что человек не очень адекватен, не очень быстро включается, еще две-три таких ситуации, так сказать, с неожиданными вопросами, и он будет проявить себя как человек, который не способен быстро реагировать в быстро изменяющих ситуациях, вот и все, на этом и заканчивается разговор, значит, вот только на этом, и то уже можно, как говорится, проколоться, то есть к этому собеседованию, вот это нормальные рыночные взаимоотношения, можно и недостаточно недооценив значимостью вот этих мелочей, можно очень легко и, как говорят, проколоться. А вот теперь посмотрим еще одну интересную ситуацию, как бы наблюдаемая рекрутерами, те, которые так сказать, проводят собеседование, это хорошие психологи, хорошие управленцы персоналом, так, с хорошей профессиональной подготовкой, и вот по их наблюдениям, в различных этногруппах, вот по, если смотреть в рамках бизнес-сообщества, вот по этим критериям, обучаемости, коммуникабельности, адаптивности, лидерским качествам, и конфликтогенности, умения работать в команде исполнительности, интересные данные по, ну, как у нас говорят, особенности национальной охоты, вот если посмотрим по этим данным русских, вот как у них с обучаемостью, средненькая обучаемость, это не значит, что все русские такие, но в абсолютном большинстве претенденты в бизнес, сообществе, в бизнесе, значит, вот средненькая, сам процесс обучения утомляет, вот даже до чего доходит, а эти данные, они не случайны, они выведены вот уже в практических таких тренинговых, что ли, занятиях, непосредственно предприятия, это значит, что людям не привит интерес еще в общеобразовательной школе, еще в высшем учебном заведении, интерес к обучению, обучаемость, скажем, в японской культуре, это, ну, просто первый параметр, за который много платят, и платят профессорам, чтобы они по принципу, по признаку обучаемости отбирали уже в процессе обучения лучших своих учеников для работы в тех или иных фирмах. Через профессоров идет зондаш и заранее уже вербовка будущих кандидатов, они очень ценят. Так же, как, скажем, ценится там обучаемость или просто, скажем, затраты на обучение в каких-нибудь страховых компаниях, регулярность этих затрат, как, вот, эти процессы очень отслеживаются в рыночных условиях. А еще русские, вот, у них к коммуникабельности выражено очень значимо стремление, как и к адаптивности, то есть, приспосабливаемость, договариваемость вот с сообществом, это есть у нас, у русских. А вот, скажем, лидерские качества, да, выражены умеренно, преобладание попустительства и агрессивности, если лидер. Вот смотрите, как говорят, вот, это те из разряда тех, кому и власть-то доверять нельзя, с их крайней, предрасположенности к крайней позиции, либо попустительства, либо агрессивность, а вот это среднее, где лидеры, которые и как в неформальном плане, да и в формальном, но достойно себя ведут в соответствии с рыночными отношениями, этому умению надо учиться. А вот конфликтогенность, ниже-средние, не очень конфликтогенно, смотрите как, настоящих буйных мало, как говорил поэт, вот и мало вожаков. Значит, ниже-средние очень чувствительны к несправедливости, это про нас, это про нас. А вот в команде, как они, ориентация на групповой успех и воспринимается как свой, но это просто как фаны, как болельщики, там команда победила и воспринимается как свой, и живут еще, и переживают этот успех еще долго-долго. И как ведут себя другие. Украинцы близки к нам, но, смотрите, к формальному образованию равнодушны. Так? Здесь в коммуникабельности женщины особенно. Вот, ну, хочется тогда сказать о премьере, скажем, Юлии Тимошенко. Вот не не в этом ли, как и, собственно, выражено, отставить свои, вернее так, особенно выражены лидерские способности у женщин. Вот здесь мне и хочется в этой связи о Тимошенко сказать. Это ведь не случайно. Назовите еще где-то там у нас вот таких лидеров на уровне премьер-министра. Да и вряд ли найдете. Где-то, ну, в замах еще задвинутых там могут быть. А вот так вот, чтобы рвануть из претензий, может быть, на президентство, это многого стоит. Ну, а вот конфликт, генность выраженно отстаивает свои интересы до конца. А вот здесь уже, скажем, некоторые хитрости. Тогда в команде они хороши, когда их интересы совпадают с их собственными. Вот тоже момент, который, знаете, иногда надо жертвовать своими интересами, в интересах команды в целом. И этому умение тоже учат, и этому надо учиться. Это игровая ситуация, но как учат, может быть, не так, как хотелось бы. Возьмем евреев. Пусть, значит, меня не заподозрят ни в чем, но это же данные, которые приводятся в литературе. И смотрите, обучаемость высокая, и как и теоретическая подготовка, как и прикладная интересная. Коммуникабельность опять высокая, но способна имитировать согласие, сохраняя свою, скажем, оценку. В этом есть особенности тоже национальной охоты. Лидерские качества, конечно, выражены, способны формулировать и цели, инициировать принятие группы. Это очень важное качество для того, чтобы в группе потом возглавлять группу или работать экспертом. И конфликтогенность тоже высокая из-за того, что своя точка зрения по всем вопросам имеется и готовность ее отстаивать. Вот, тем не менее, это привлекательное их качество, согласитесь. Поэтому, когда мы формируем группы, там, даже если это Бунимович, Конторович звучит, но для нас это нас нисколько не смущает. И не каждый еврей, будем так говорить, вот так вот на этом уровне оценивается. Но в большинстве своем вот именно так выглядит. И надо, хочешь не хочешь с этим считаться. Мы видим, мы работаем, мы учимся с ними, мы знаем, кто на что способен. И это действительно практика подтверждается. Интересно, ну, народности по Волжье, а все мы, как говорится, сейчас в последнее время распространено мнение из татар. И здесь уже такие сдержанные, вот склонность к формализованному лидерству. Вот да, это тогда полномочия, скажем, да, как Аятского или еще что-то в этом роде. Но как идеальные исполнители, особенно женщины, ну, не более того. Вот этот материал мы тоже используем для того, чтобы как-то попытаться проанализировать его и ответить на вопрос, а какой ваш вариант состава учебно-игровой команды, так, скажем, поисковой группы, человек на семь, плюс-минус два, это правило. И вот кого бы вы на ключевые функции, не посты, хотел сказать, посты, функции выделили бы, так вот те лидеры или даже эксперты, они не должны мешать такому гибкому изменению функции, изменению функциональных мест. И тогда вот мы с вами посмотрим еще, скажем, рыночный мировосприятие жизненного цикла, жизненный цикл, для компании, у вас будет возможность это еще раз посмотреть, это знакомые вам ситуации, и фазы жизненного цикла, от зарождения, значит, до рассвета, и потом стагнация, упадка, и для организации, скажем, ну, здесь мы просто некоторые данные приводим, там, на стадиях первых, исходных, когда затраты больше или равны доходам, потом реализован проект, и опять стагнация, упадок, сбыт падает и так далее, значит, падение, потом уже, мы переходим к сотрудникам, нам важно сдвиг вот этих движений, одно дело организации, и она, может быть, более длительное время проживает, чем команда сотрудников, которую собирают для разработки какого-то продукта, и потом его реализации, и он свои, так сказать, жизненные ресурсы исчерпывает когда-то формирование команды, ее раскрутка, но потом уже, когда и продукт уходит, и сделан, вроде бы, раскручены дела, а команда вынуждена расходиться, распадаться, так же, как вот товар, тоже со своими, так сказать, закономерностями выхода на рынок, короче, это все описывается, скажем, кривыми рыночных ожиданий и обновлений образования, мы говорим о визуализации движения, это стандартные, казалось бы, кривые, но где-то мы недовкладываем, недоинвестируем, где-то мы хорошо инвестируем и раньше выходим на рынок и выиграем время у рынка и удерживаем ситуацию, а все зависит от нашей инвестиционной культуры, от умения вовремя это делать и умело вкладывать эти инвестиции, к сожалению, нас и с инвестиционным климатом, и с нашей инвестиционной культурой положение таково, то, что нет инвестиций в должном объеме, вяло текущая ситуация рыночная, и мы обречены пока, но зато здесь, в России, но зато мы инвестируем, я уже сказал, зарубежную экономику, мы хорошие инвесторы для них, в этом есть какая-то закономерность, но в этом абсолютное бессилие нашего слабого государства. я на этом позволю себе как бы завершить и предложить вам вопрос для самопроверки, а что, собственно, отличает рыночные учебники от академических? Ответив на этот вопрос, вы много проясните себе эту, во многом проясните себе эту картину. Спасибо за внимание. Продолжение следует...